Геннадий Александров – современный классик, выпускник художественной академии Сурикова, чьи работы украшают площади городов России и мира. Например, эта работа – корабль, своеобразное посвящение Брейгелю, а также образ матери, установленный в Китае. А рядом то, что ожидает своего воплощения. Сам же Геннадий Дмитриевич гордится памятником, выполненным в соавторстве со скульптором Евгением Антоновым и установленным на Смоленщине. Это мемориал в честь боевой операции «Партизан» 5-й ворговской бригады имени Сергея Лозо на железнодорожной станции Пригорье. И, конечно, Александров не смог остаться безучастным к культурному наследию родной Одинцовской земли, создав памятник профессору-основателю российского коневодства, родившемуся в Жаворонках Владимиру Витту. Памятник установлен у театрального центра. А смысловой доминантой местного парка Лукоморье является Александровский скульптурный портрет «Солнце» русской поэзии. Одно из любимых направлений для Александрова – тема чувственной любви, тема отношений мужчины и женщины, воспевающие молодость и красоту. Но сегодня воплощение образов русских государей занимает основное место. А дело это такое, что стоит начать, а горизонт отодвигается. Великолепная школа и огромный опыт позволяют художнику отразить величие, государственность. Петра Первого, Екатерины Второй, Александра Второго. Александр Третьего в мантии скульптор изображает восседающим на троне Иоанна Грозного, подчеркивая державную преемственность русских царей. При нем, при этом царе, не было ни одной войны. Ни одной войны, а он создатель Транссибирской магистрали. Он создатель храма Христа Спасителя. Это же вообще символы наши. Впрочем, в каждом образе считается некий трагизм, жертвенность. Изучая историю царского дома Романовых, Александров не смог пройти мимо образа святой, великой княгини Елизаветы Федоровны. Сначала создается ее скульптурный, полный внутренней глубины и красоты портрет. Затем и фигура, святой в полный рост. Елизавета Федоровна стоит в дверях, созданной ею Марфо-Мариинской обители. Правая рука настоятельницы приглашает зрителя войти в обители Бога. Приглашает в мир милосердия, жертвенности и помощи страждущим. Я очень долго читал, смотрел и понял, что самое главное в ее жизни – это создание обители, Марфо-Мариинской обители в Москве, на Ордынке, где она выкупила после гибели своего супруга, который погиб от революционеров, бывшей губернатором города Москвы. Она решила стать на путь православия, что ли, как я точно не могу это сказать. И она решила сделать обитель, Марфо-Мариинскую обитель, где бы она воспитывала, лечила детей, которые, в общем-то, ну, как бы безродные, что ли. Удивлен тем, что вот она, женщина, рожденная в Германии, вдруг вот начала заниматься в России благотворительностью. Я считаю, что для нее нужно где-то, ну, делать, не знаю, в Москве, раз она в Москве жила, значит, сделать памятник настоящий, чтобы люди смотрели и поклонялись ей. Я, например, очень рада, что у нас появилась такая возможность, как поднять вот эту тему, тему царей, потому что наш Одинцовский район, он, в общем-то, насыщен посещениями вот этих вот, таких значимых в истории особ. Это значит, будут выставки, новые работы, пленеры, посвященные истории бывшего Звенигородского уезда, как отражение истории России. А за ходом конкурса на создание памятника великой княгини Елизаветы Федоровны будем следить и пожелаем нашему земляку, скульптору Геннадию Александрову, победы. Ольга Винтер, телекомпания Одинцова.